Депутаты Законодательного собрания Тверской области продолжают практику так называемых парламентских дней. Эту форму ввели в 2018 году и за это время большие делегации региональных парламентариев побывали в семи районах. Очередной такой день прошел в Торопце. Депутаты Законодательного собрания, Государственные думы, руководители постоянных комитетов, это уже ставшим обычным состав участников парламентского дня. Повестка также традиционна. Посещение предприятий, социальных объектов, встречи с коллективами и жителями района. В этот раз парламентский день начался с посещения районного Дома культуры. К слову, Торопецкий ДК один из лучших в области. В нем работает 30 коллективов, 6 из которых имеет звание Народный самодеятельный коллектив. У нас есть духовой оркестр тоже со званием Народного коллектива, тоже с богатейшей историей. Есть кукольный театр детский, тоже в принципе так коллектив с историей и, наверное, такой жанр, который уже, ну, немножечко такой, да, сохранять его и сохранять. Есть у нас коллектив цирковой, тоже со званием. Однако не только своей культурой Славин Торопец, но и производствами. Сейчас здесь делают разнообразную упаковку, производят изделия из металла, спецодежду, выращивают бычков, племенных пушных зверей и многое другое. А в финале каждого парламентского дня проходит большая встреча с общественностью. Люди задают интересующие их вопросы, обозначают волнующие темы. Первая задача, не буду скрывать, это рассказать общественности, районной, городской о том, чем занимается законодательное собрание, какие проблемы стоят и какие вопросы ставим. А вторая цель, конечно, посещая муниципальное образование, помимо того, что более близкое знакомство с территорией, где депутаты избранные от других городов и районов, ну, не так часто, скажем так, бывает. Это еще и, безусловно, поддержка муниципальных образований в решении тех проблем, которые будут обозначены. Граждане не столько задавали вопросы, сколько ждали ответов. Так, главные проблемы обозначили задолго до визита. Одна из них в медицине, а именно нехватка кадров. Вопрос, как удержать специалистов в малых городах населения, необходимо решать уже на федеральном уровне. Как сделать законодательную инициативу, в том числе и для федеральных органов власти, то есть и для Государственной Думы, где я могу выступить с этой государственной инициативой. Это очень важно для района, потому что район видит, что внимание пристальное, можно сразу решить вопросы. Вторая проблема – это недостроенный детский сад. В прошлом году в Торопце должно было заработать дошкольное учреждение на 240 мест. Местная власть все необходимое для строительства сделала, оформила документы, провела коммуникации. Уже вовсю работал национальный проект демографии. Однако все дело в 44-м федеральном законе, который позволяет выйти на объекту любому, предложившему на аукционе меньшую цену. Понятно, что серьезные фирмы с опытными рабочими и техникой не будут снижать стоимость до убытка. Поэтому и выходят на подряд недобросовестные конторы. Сейчас на федеральном уровне закон будут корректировать. У властей Торопца есть все основания рассчитывать, что в этот раз выиграют строители. Такого шанса на завершение строительства большинство жителей ожидало. Для ответа на этот вопрос многие пришли на итоговую встречу. Глава района был осторожен, но оптимистичен. Депутаты законодательного собрания на своем уровне постараются максимально и в короткие сроки рассмотреть эти вопросы, которые обозначены были в процессе посещения наших предприятий. А шанс есть. Например, на конкурс «Старицы» вышли ответственные подрядчики. Ситуация в Торопце дошла до уровня руководства региона. По словам Сергея Голубева, весь процесс теперь будет под полным контролем депутатов законодательного собрания и губернатора области Игоря Рудени. И будет сделано все, чтобы столь важный для жителей объект создавался профессиональными, добросовестными подрядчиками и был сдан в этом году.